День детских изобретений День детских изобретений Да, на самом деле в Алтайском крае всегда было очень много детей, которым было интересно изобретать, конструировать, создавать новые приборы И подтверждением тому, что конкурс, который мы проводили в Алтайском крае, конкурс юных техников изобретателей «Универсал», всегда собирал очень много участников И ребята удивляли своими проектами, своими историями, своими идеями Это было еще до появления «Квантуриума» «Квантуриума» как раз позволил ребятам, которые интересуются техническим творчеством, выполнять свои проекты на новом современном оборудовании и разнообразил направления их деятельности Продолжились такие направления уже на новом витке, как робототехника Ребята активно занимаются 3D-моделированием, цифровым прототипированием, созданием беспилотных летательных объектов То есть биотехнологиями у них появилось много направлений работы к тому, что было ранее Современные оборудования, современные направления, профессиональные педагоги А до этого кто воспитывал ребят? Ведь кружки юного техника существовали в советское время, были очень активно востребованы И вот, мне кажется, в современном мире их уже не так много И продолжают эту деятельность, какие-то энтузиасты уже, старички техники На самом деле, они никуда не ушли, кружки технического творчества Они продолжают быть привлекательными для детей И их таких объединений в Алтайском крае очень много Такие, как судомоделирование, авиамоделирование И не надо думать, что там только старички, пенсионеры работают Там работают и молодые педагоги, педагоги дополнительного образования Которые вот успешно как раз справляются, которые интересны детям И которые успешно справляются вот со своей задачей Подготовить интересного ребенка, подготовить вместе с ребенком интересные проекты Которые потом можно на различных конкурсах, в том числе и федеральных, представить достойно Саша, рассказывай, как давно ты занимаешься изобретательской деятельностью? С 2014 года я участвую в конкурсе юных изобретателей и рационализаторов В радиотехническом мнении города Барунов-Ленинского района У меня педагог Серков Сергей Кивырович Так, ну он матерый уже? Ну да В возрасте? Да, в возрасте, но он очень много знает про профессионал своего дела Как ты пришел в этот центр? Долго искали, куда же мне попасть в какое-либо объединение, посвященное такой тематике И в итоге нашли Да, в итоге нашли И вот с тех пор ты там и занимаешься Да, там уже занимаюсь 6 лет Уже 6 лет А твое первое изобретение? Конкурсная работа, именно с электронной частью Была первая посвящена умному классу Это вот? Это одна из частей умного класса Что это такое? Расскажи Это устройство, названное светконтроль Поскольку по санитарным правилам и нормам Должен быть определенный уровень освещения на рабочем месте ученика Было проведено достаточно большое исследование, посвященное тому Что мы замерили на каждой парте Подожди, ты по своему опыту решил, что необходим такой прибор? То есть ты сидел в классе и понимал, что тебе недостаточно света? Или наоборот, очень много? Света было недостаточно, поскольку светильники запыляются Так, и вот соответственно, вот решил изобрести вот такую конструкцию Да Как она работает? Здесь установлен датчик освещенности на фоторейсере И специальное устройство, которое замирает с опотребления и указывает Данные проценты, которые здесь показываются, они установлены на заводе И точно мы не смогли их соотнести Мы его откалибровали по устройству, как называемого люксметром Это устройство, позволяющее измерять освещенность Точно Мы его откалибровали и теперь он может, как люксметр, показывать Если освещенность недостаточная, то запускается лампа, показывающая то, что освещенность низкая и требуется добавить освещенности Мы проверили измерение освещенности на каждой парте Так В нашем классе И? Узнали, что освещенность недостаточная Так, хорошо И вот вы выяснили, что освещенность недостаточная Это прибор в жизни каким-то образом будет внедряться? Или все же попробовали, проэкспериментировали и достаточно? Эксперимент был проведен Мы что-то смогли сделать Мы заменили светильники, пригоревшие в них лампы Вот так, то есть как бы твоему совету прислушались А можем мы сейчас узнать, достаточно ли здесь освещенности или в принципе просто неизвестно какие параметры в студии? Лампа не включена и не мерцает, значит освещенность достаточно для работы Или выше, чем достаточно Хорошо, расскажи рядом, это уже более современный Это уже работа, над которой я сейчас работаю Это устройство для управления электрогенераторами В моем случае дизельные или бензиновые Но также он может работать с генераторами альтернативными Так, давай для тех, кто не понимает Вот, например, как я, для чего он необходим? Электрогенераторы, дизельные, недизельные, в частности? Существуют уже его аналоги, но они достаточно рогостоящие Их задача следить за тем, как работает генератор Что если превысило напряжение, превысили обороты, превысила температура Или какие-либо еще параметры Нужно заглушить двигатель генератора Для того, чтобы система не повредилась И не произошел пожар или что-нибудь еще Моя система же будет дешевле И это позволит использовать ее не только крупным каким-либо компаниям Но и простым изобретателям Или же людям, которые не хотят использовать какие-либо готовые устройства И по причине того, что не хватает функционала Поскольку у меня это система расширяемая Туда можно в программу добавить любой кусок кода Который позволит ему работать и с дизельными И одновременно работать с ветрогенератором Саша, почему такие разные устройства, разные, как сказать, направления, что ли? Поскольку я сам являюсь радиотехником И учусь в программировании То я затрагивал различные области Это было больше посвящено именно радиотехнике А это уже и радиотехника и программирование вместе Поскольку программа писалась чисто мной Что позволяет мне туда добавлять различные модули Ну вот, мне кажется, Саша, на увлечение радиотехникой Немножко несовременное, что ли? Сейчас есть другие направления, как робототехника Да, очень востребованная среди ребят И я знаю, что очереди стоят, чтобы попасть на эти курсы Какие сегодня направления особо популярны? Скажу для начала о том, что, как вы говорите, Саша Направление несовременное Это немножко все-таки не так Поскольку я знаю, что Саша вместе с педагогом К направлению радиотехника уже добавили и цифровое прототипирование То есть они некоторые детали готовят с помощью 3D-принтера То есть и используют микроконтроллеры, которые из робототехники То есть это уже у них появляет, получается такой вот синтез Традиционного направления технического творчества и инновационного То есть что, конечно, дает вот такой вот хороший результат Наиболее востребованными, наверное, для ребят является робототехника Очень много ребят не только в городе Барнауле, но и в Алтайском крае Увлечены этим направлением Хай-тек-цех, где они занимаются 3D-моделированием Создание беспилотных летательных объектов, я уже говорила Биотехнологии Но еще вот хочу сказать, что с этого года в Алтайском крае В Алтайский край пришел мобильный технопарк Это такой автомобиль, оснащенный современным оборудованием Который будет выезжать в районы края И в течение, допустим, двух недель С ребятами из районов края будут заниматься педагоги технопарка То есть обучать их новым современным направлениям Еще мы для школьников Алтайского края проводим инженерные каникулы Когда они могут приехать или прийти, допустим, в технопарк И в таком вот тестовом режиме позаниматься тем или иным направлением Попробовать узнать, что это такое Вы когда смотрите на ребят, они наверняка увлеченно занимаются Это только хобби или для многих это дальнейшая профессия? Начинается все с того, что ребенку просто интересно Он занимается тем, чем ему интересно Изначально родители приводят просто до образования Чтобы занять детей, чтобы время он посвятил тем занятиям, которые ему интересны А в дальнейшем, конечно, мы уже видим, что дети увлеченные конструированием Увлеченные созданием каких-то приборов Это будущие конструкторы И подтверждается это тем, что выбирают они для дальнейшего уже профессионального своего развития Технические специальности А для тебя это хобби? Для меня это, скорее всего, уже даже что-то большее, чем хобби Ну, то есть ты свое будущее видишь именно связанное с радио Да, связанное с электроникой и с программированием Ну, конкретно ты не представляешь, кем ты будешь, где будешь учиться, какую сферу хочешь занять? Сфер сейчас достаточно много Сейчас набирает все больше и больше именно программирования Под мобильные платформы, под какие-либо роботизированные системы Вот день детских изобретений, наверняка его придумали Не просто так, его отмечают в пятницу, я напомню Много лет назад еще можно было что-то изобрести Но сегодня есть все И вот мы смотрим тоже на изобретение Александра Это уже существующие аппараты, но упрощенная версия Сегодня вообще можно что-то изобрести в современном мире? Ну, я думаю, что можно Потому что ребята же не все, вот они совершенно как будто новый прибор Они привносят свое, что-то новое, как-то там это меняют И вот мне здесь сразу хотелось бы привести слова Михаила Тимофеевича Калашникова Который, обращаясь вот к таким ребятам, улучшенным техникой, сказал, что дерзайте, мальчики Не все еще изобретено То есть у ребят еще есть вот этот вот задел Есть тон поля деятельности, есть над чем поработать Саш, как ты думаешь? Ведь все уже в современном мире есть все Ну, все изобрести уж точно в ближайшем времени не получится Ну, а потом можно будет улучшать А, вот да, кстати, улучшать Над чем ты сейчас работаешь? Сейчас, кроме этого, идет небольшая работа, посвященная искусственному интеллекту Распознающему ложь человека По тому, как он говорит По тому, как ведут себя глаза Как он смотрит и так далее Также сейчас идет небольшая работа, посвященная тому По созданию некого обучающего набора по робототехнике Который бы совмещал в себе несколько отраслей В том числе радиотехнику, программирование и робототехнику Которая бы объединила все это в себя Что-то из себя будет представлять Да, это будет представлять из себя подвижную платформу С видеокамерой и системой передачи изображения Также там будет устанавливаться контроллер И возможность сменных модулей Сменные модули может проектировать, допустим, одна команда И другая команда заниматься написанием программы под главный контроллер Это все будет строиться на совместной работе нескольких микроконтроллеров Что позволяет разделить задачу на несколько Ближайшие конкурсы какие? Сейчас мы в ближайшее время планируем проведение хакатона инженерных команд Где ребята вот как раз командой будут выполнять задания различных предприятий То есть они создавать будут, может быть, это какой-то будет прибор Может быть, это будет какое-то устройство Предприятий? То есть профессиональных уже компаний Да, нам хотелось бы к этому конкурсу привлечь предприятия Ну, чтобы они придумали такое простейшее задание для детей Чтобы детям было по силу его выполнить Такой опыт мы уже проводили, кстати И, возможно, приглядели кого-то для себя, да? На будущее, да На будущее, да Такой опыт у нас уже есть В апреле планируем проводить конкурс по робототехнике Предполагаем, как всегда, значит, теоретический этап Где ребята будут защищать интересные свои проекты Мы надеемся, что они будут интересными И соревнования по робототехнике, соревнования роботов Зрелищные должны быть мероприятия Да, это зрелищное, интересное мероприятие И все же, мне кажется, в этой сфере все больше мальчишек, правда? Ну, конечно То есть это не девчачье дело? Не соглашусь Не соглашусь, совсем не обязательно Давайте обсудим Очень интересно у нас проходил в этом году региональный чемпионат WorldSkills По направлению изготовления прототипов У нас было 6 команд, 12 человек И нужно сказать, что мальчиков и девочек в командах было поровну Вот так, Саша Девчонки наступают на пяшки Девочки тоже интересуются этими направлениями И надо сказать, что успешно работают И многое у них получается не хуже, чем у мальчиков А иногда даже и лучше Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию Сашу особенно с наступающим праздником Ну и у вас, соответственно, тоже Спасибо большое